Всем здравствуйте! Вы смотрите информационную программу интервью дня. Меня зовут Антон Скаль. 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. При этом в России есть еще и свой национальный праздник День рыбака, который отмечают каждое второе воскресенье июля. То есть поводов собраться и махнуть на ореху достаточно. Гость нашей студии – президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края, старший тренер сборной России по ловле рыбы на мормышку, чемпион мира по мормышке Сергей Казанцев. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу определимся. Вот много регалий. Федерация рыболовства в Алтайском крае. Что это такое? Это некая общность людей, которая в свое время захотела заниматься исключительно рыболовным спортом. Но при этом, конечно, на любительской рыбалке мы как ездили, так и ездим. Но все-таки рыболовы-спортсмены – это, наверное, наивысший уровень рыболовного мастерства, где не просто интересно ловить рыбу, а именно интересно соревноваться между собой. То есть большинству рыболов-спортсменов рыбалка без соревнований уже неинтересна. Как это выглядит? Вот чем отличается просто любительская рыбалка от спортивной? Мне кажется, на любительской тоже. Мужчины садятся на берегу, если не сложно. Да, у нас есть такой хороший термин. Не знаю, кто придумал его очень давно. Мы примерно так же относимся к рыбалке, вот рыболовный спорт, как прогулка семьей на лыжах по лесу и лыжные гонки. То есть рыболовный спорт – это достаточно жесткий, тяжелый вид спорта, который требует серьезную физическую подготовку. А рыбалка всё-таки – это некий релакс такой, единение с природой. Ну и при этом, конечно, нужно не забывать о том, что всё равно конечная цель рыбалки – это поимка рыбы. И все те люди, которые говорят, вот мы на рыбалку ездим просто так, провести там хорошо день, удовольствие, ну я считаю, что это от лукавого, потому что нет, наверное, более таких людей, увлечённых и заинтересованных в поимке рыбы, как вот сами рыболов. Потому что вот этот соревновательный момент, он испокон веков был. Кто какую рыбу поймал, большую, небольшую. Просто рыболовный спорт – это некая цивилизованная, хорошо поставленная любительская рыбалка. То есть с фильмом «Особенности национальной рыбалки» ничего общего? Ну, этот фильм можно смотреть каждый день, и каждый день ты будешь видеть что-то новое. Ну, конечно, ничего общего в плане любительской рыбалки – да. В плане всевозможных, как мы говорим, приколов, происшествий и чуда, которые происходят на рыбалке – такое бывает на самом деле. Если есть какая-то… Чистая, как мы все говорим, особенность национальной рыбалки – это фильм «Чистая правда». Вот просто чистая правда. То есть это можно случайно поймать рыбу, которая вообще никогда не была в этом водоёме. Они только все говорили, есть у нас водоёмы с так называемыми мифическими щуками, какими-то там ещё невероятными рыбами. И в один прекрасный момент реально кто-то их ловит. Плюс, конечно, на что ловится. Вот у нас в своё время был такой тест, на что можно поймать больше щук – на огурец или на морковку. Оказалось, что на морковку, потому что огурец при правильной подаче рыбы с одной поклёвки разбивается в хлам. А на морковку можно и две, и три рыбы поймать, потому что она более крепкая. То есть это на самом деле так, и нормальные специалисты абсолютно легко это сделают. Вот вспомнили фильм. Расскажите одну историю, которая вот случалась именно с вами на рыбалке, которая так на грани и смешная. Ой, это так тяжело вспомнить. Во-первых, их очень много, они каждый раз смешные. И вот, ну, один из показателей, я всё-таки это, наверное, вернусь в некую такую рыбалку, которая сделала мне определённый шаг в жизнь. По большому счёту, в своё время, не поймав бы на чемпионате России 11-граммового пескаря, я один-единственный во всей зоне поймал рыбу. То есть, ну, очень были тяжёлые условия. 11 грамм. Всего 11 грамм, да. Но эти 11 грамм – это единственный пескарь во всей зоне был пойманный. И благодаря этому пескарю я попал в двадцатку самых ведущих рыболовов страны и попал на первым кандидатом в сборную перед первым чемпионатом мира, который тоже проходил в России. И вот там получается, что пять дней я соревновался среди 46 самых лучших рыболовов, спортсменов страны. То есть, конечно, вот этот пескарь, он открыл мне дорогу в рыболовный спорт. То есть, не поймай я его в своё время, не попади кандидатом в сборную, не посоревнуйся со всеми монстрами, как вот я тогда считал, рыболовного спорта, не получи вот этих навыков и знаний, и не факт бы состоялся бы я как рыболов спортсмен, тем более как тренер. Может быть, когда-то и бросил бы это, либо ушёл бы опять в любительскую рыбалку. Но вот тот заряд, который я получил, он мне позволил, приехав с отборов, ну, как мы говорим, в одну калитку выиграть чемпионат Сибири. То есть, мой багаж знаний был настолько велик. Сергей Николаевич, скажите вообще, как давно начали рыбачить и уже из любителей перешли в профессионалы, сколько лет в профессионалах? В рыболовный спорт я пришёл очень поздно, в 29 лет только. Сейчас мне 49. Если возьмём рыбалку, ну, наверное, с самого детства у меня папа с мамой были капитанами, дед у меня очень любил рыбалку, и поэтому я помню всю жизнь себя на реке и всю жизнь себя с удочкой. Могу сказать точно, что в первом классе или в шесть лет у меня была собственная удочка, купленная на деньги из копилки. Вот, поэтому, ну, а дальше практически всё время я посвящал тому, чтобы узнавать что-то новое. У меня есть вся подборка альманахов, рыболов, спортсменов, выпускались такие с 49 по 2001 год. И, конечно, вот там я черпал те знания, которых мне не хватало. Просто на обычной рыбалке ходя, я ходил не на обычную, но вот чего-то вот не хватало. И потом мне всё-таки удалось попасть в рыболовный спорт. Это была некая такая закрытая каста у нас в Алтайском крае. Но, тем не менее, вот как-то вот так случилось. И буквально скажу так, когда всё-таки я туда попал и узнал, с кем связаться, ну, меня выбрали президентом, это было 3 сентября 1999 года, в этом году будет 20 лет. И получается, уже через два дня мы провели первые соревнования. Наши молодёжь, энтузиасты, которым было это интересно. Мы просто-напросто, ну, я скажу, посмотрели на это на всё немного по-другому. Вот. И до сих пор наш алтайский рыболовный спорт является одним из самых сильных. Особенно по некоторым дисциплинам мы являемся чемпионами России и выступаем на чемпионатах мира. И я считаю, что нам есть чем гордиться. Сергей Николаевич, вот вы чемпион мира по ловле на мормышку. В каком году? Да. Я в составе тренерской группы являюсь чемпионом мира. Это первый чемпионат 2003 США. И позапрошлый год – это Казахстан. И, получается, в периодах третье место у нас, получается, каждый год практически было. То есть это 14-й год – Финляндия. А 15-й год – Финляндия, 14-й год – Беларусь. В 16-м году мы не принимали участия в чемпионате мира. 17-й год – Латвия. 18-й – Казахстан. Мы чемпионы мира очередной раз. И вот в этом году нам немножко не удалось в Болгарии хорошо выступить. Но там есть свои причины – объективные, субъективные. Ну вот на данный момент сборная России – она, наверное, одна из самых стабильных сборных, которая практически всегда на ступеньках пьедестала. Вы как президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края. Расскажите, как попасть? Очень просто. У нас есть очень много интернет-сообществ. Это наш самый, как говорится, знаменитый алтайский рыболовный клуб, где всегда есть информация о соревнованиях. И практически сейчас, наверное, нет рыболова, кто бы не знал, где посмотреть информацию о соревнованиях, потому что это отдельная ветка. А все сейчас сидят в телефонах и все в интернете абсолютно спокойно общаются. Все соревнования у нас открыты. Может прийти туда любой человек и принять в них участие. Далее, если ему это интересно, он продолжает заниматься своей спортивной карьерой. Если не интересно, просто набирается опыта. У нас есть такие люди, которые специально приходят на соревнования, они понимают и говорят об этом, что да, мы понимаем, нам до призов очень далеко и может быть никогда. Но при этом тот опыт, который мы черпаем, видя, как ловят люди профессиональные, конечно, он нам дает очень серьезно повышать свое мастерство. Сергей Николаевич, вспоминаю такую ставку из Яралаша. «Здесь рыбы нет, здесь тоже рыбы нет, здесь вообще нигде рыбы нет». Где совет сейчас любителям? Мы обычно говорим так, где есть вода, там есть рыба. И всего лишь навсего идите, попробуйте, поймайте. В этом и зависит мастерство рыболов. Научить человека ловить рыбу на самом деле это достаточно просто. Но опять же, насколько он будет универсален. Я его могу вывести в Затон, например, на канал, могу в Шахет ввести на грибной канал и показать ему, как ловить рыбу. Вот вопрос в том, что, уйдя с этого водоёма, будет ли он ловить рыбу на другом водоёме? То есть наша как раз задача – это дать некий алгоритм и научить людей очень быстро перестраиваться. То есть понять так называемые азы. Вот как мы в школе изучаем таблицу умножения. У нас есть таблица умножения. Одному это достаточно, чтобы там мороженым торговать, не в обиду ни в коем случае, а другой становится математиком высочайшего уровня с мировой известностью. А таблица умножения – она одинаковая. Здесь примерно то же самое. Таблицу умножения мы можем легко дать. Дальше уже, смотрите, ходить и быть чемпионом мира в Алтайском крае – это абсолютно легко. Иди и становись чемпионом мира. У нас Сергей Баляхин – самый наглядный пример. Пусть я даже как тренер, но у меня за плечами есть и спортивная карьера, очень серьёзная чемпионата Сибири, России. Поэтому дороги все открыты. Сергей Николаевич, мне кажется, это интервью, если бы было на воде, было в разы интереснее, могли бы и показать, и рассказать. Вам большое спасибо за то, что пришли. Вас ещё раз с праздником, как и всех рыболовов Алтайского края. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24. Оставайтесь с нами.